Сегодня мы снимаем видеореакцию на все плюсы Чарли и Шоколадная фабрика. Это мой самый любимый фильм из фильмов про семью. Для детей вот такие, типа. Так, начинаем смотреть. Данное видео наполнено приятными комплиментами и интересными фактами. Приятного просмотра. Спасибо. Картина начинается с завода, а именно с трубы, что дала людям понять о возобновлении работы фабрики. К тому же экскурсия приглашенных детей завершается именно взлетом из этой трубы. Саундтрек уже передает все настроение. Сказочный, загадочный фильм, отчасти пугающий, но завораживающий. Это правда. Я был здесь всегда пугал меня. Кстати, тут грех. Грехи. Есть грех. Почему они так летают, эти парашюты? Как они так ровно летают? Вообще, немножко обидно, что там нитки. Что они на нитках. Ну да. Нормально. Не реально золотые? Кто получит эти билеты? СБ, это реально история билет. Поименованием городов показывают масштаб фабрики Вонки. Весь мир. Почему нельзя просто сделать их в одной разной фабрике в разных странах мира? Я не понимаю. У его родителей не было ни богатства. Чарли Бахер был сам. Ну что, можно было сделать строгую семью, но Чарли был бы хорошей. Или среднюю семью хорошую, или богатую семью плохую. И был, и Чарли там был хорошим. Короче, все от семьи так зависит. Другими родителями, или мальчика вообще без семьи. Так тоже можно обосновать доброту Чарли. Но именно фактор бедности делает семи бакетов сплоченной. А это важно для большинства ключевых моментов фильма. Об этом дальше. Золотые билеты достанутся тем детям, которые едят шоколадные плицы каждый день. Вот увидите. Почему мы сразу перемотались? А это вон плетался. Кикистан столица мира. Русский прям акцент такой. Русский акцент. Ну что? Че? А реклама, я все равно посмотрю. Ладно, я посмотрю рекламу. Ну да. А то покажешь, не будучи. Конструктор. Глаза. У меня тут это не реклама, это там реклама. Окей? Потому что не надо мне ничего говорить. Понятно? Это не реклама. Это не реклама. Ютуб, это не реклама. Говорю тебе, это не реклама. Понятно? Просто там реклама, я хотел ей подходит. А пистолет у него. А я в Праге шубу. Это нормально? Никто. Август вглубь каждые ноль-ноль-ноль-ноль... Ноль-ноль-ноль-ноль-ноль-ноль-ноль-ноль-две секунды. Ага, шоколад. Откуда там Вот эти вещи происходят Что там колпачок похож Например На руку человека Или на очки Или на пистолет А что он раньше не рассказал А 20 лет назад было написано Ему, наверное Он, наверное, был молодой А не вот такой Дедушка Ммм, нормально Нормально Да, хоть рождается птица Почему? Потому что он Фабрику сделал Потому что Он делал шоколад Намеренная отсылка На предыдущую совместную работу Джонни Деппа И Тима Бютана Я не смотрел этот фильм Не знаю Индийский принц Я бы не хотел в таком уже Богато в таком Сидел И чьи Я бы не хотел в таком случае История про индийского принца Вновь погружает нас В наши сказочные мечтания Не о кошках девчих А о шоколадном дворце Историтная инфа Про Индию В книге ничего не было Это кем-вертым хотел отдать С чем говорить Барк Понял Урон Да Так они есть Всегда у них Вот тут там Шпион Я закрываю свою фабрику Да Но она не закрылась на себя Она сейчас работает Или Закрытие фабрик Дальнейшее ее открытие Интрибующий момент Открывающий идеологию Монки Ладости Это искусство Но она не закрылась на себя Давай Кстати для детей То родители смотрят Для детей Что Для детей Фильмы Гарри Поттер Там Хроники Нарни Там Гарри Поттер Хроники Нарни И там Другие дети Фильмы Про родителей О Тут Тоже Показывает Кадровый голос Чтобы совсем Юным зрителям Было легче Улавливать Происходящее Короче Родители Если вы это смотрите Детям Лучше включать Детский Фильмы Как Гарри Поттер Первые две части Хроники Нарни Еще какие-то детские Детский Детский Ну Это Великая тайна Инстерги на гады От нас не отпускают Хотя это просто Фильм про шоколадную фабрику Не выйдет Не получится И не мечтай Это тайна Лично мне понравилось Решение Добавить Пессимистичного персонажа Что будет Гасить Наше Чудо Ведь на фоне Таких слов Чудо Будет казаться Куда волшебнее У кровати Чарли Обертки Всех Были по Японском А наша Кладка Обычная Клопка Почему? Кабан Тим Бертон Монтажер Тим Бертон Это режиссер фильма А монтажер Это монтажер Монтажер Когда-нибудь Мы будем гореть В аду За это Вот тут Написано У меня камера мешает Когда-нибудь Мы будем гореть За это В аду Прям русский Акцент Такой Русский Акцент Такой Прям Очень Чильный Почему? Потому что Обжора В 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 Олень — самое крупное надземное животное в Англии, уважаемое местными жителями. Откуда на них разрешена при наличии лицензии, но зоозащитники жадуются на рост последовательности богатых людей и имеют вредность вне трофеев головой оленя. А у луфиста растоль их очень много. Мало того, они стоят на куре белого медведя. Все это символ богатства, но также жадности. Да. Нормально. Украин. Однако не все так серо. Момент обнаружения билета был почти упущен, но одержимость отца не позволила работнице его украть. А все потому, что он искренне любит две руку. Может быть, ты захочешь открыть свой подарок сейчас? Не жили. Чеколадька. Может, подождите, украин? К черту. К черту все. Жили сейчас. Печали. Кстати, когда я смотрю фильм, там бабушка просто, когда я понюхал, шоколад она такая. Ну да. И шоколадка. Мы сейчас нам показали, что как бы не любил чарли шоколад, семья для него важнее. Его добрый и решительный характер способствовал раздаче шоколада остальным. Все эти часы проявятся в заключительном решении отказать Бонки на его предложение. Все, отпушивает. Вот сейчас будет. Бабушка не ела шоколад 20 лет. Сейчас скоро вернусь, мне по делам надо. Так, я вернулся, я по делам. Уже все. Пришел. Вы знаете, что один ребенок должен получить особый путь. Не наплевать, кто остальные съехал. Мама ее такая. Сдохни, сдохни, сдохни. Нормально, пацан? Не знаю. Я ненавижу его. Извините, что не дала вам посмотреть. Дальше я бутер свою сделал. Без ничего. Нормально, саландаш. Рост продажи сладостей привел к распространению кралифса. Хозяева фабрики решили провести модернизацию. И мистер Бакет решился работать. Найдешь другую работу. Ага. Угонение мистера Бакета напрямую связано с запуском золотых билетов. А вся эта ситуация нужна для обострения чувства бедности. Дабы сделать покупку второго шоколада еще более рискованной. Я бы вот был, чтобы настрелись, чтобы побывать там еще раз. Понимаю. Это наш единственный шаг. Решение дедушки отдать свои запасы вызвано личным желанием посетить фабрику. Второй раз зрителям дают надежды на чудо. Дедушка. Забавный переход. Вместо обычного отъезда камеры от дома отдали окапу в кадрском чабле. Авторы просто решили обладить заслужившим дедом. Прикольно. Чтобы не тратить много времени. Пароник. Прикол. Это не знал. У меня нет билетов. Моя огромная с собакой маленький пилосик. Один восхитительный сливочный восторг. Воньте, пожалуйста. И вот чудо. Это же золотой билет. Ты только что нашел последний золотой билет в моем магазине. Окончательно лишив нас веры, Чарли находит золотой билет. Даже услышав, что последний билет был найден в России, он все равно не переставал верить в чудо. И чудо произошло. Это будет обновленная случайность, но только благодаря дереву невозможное, Чарли решился купить плитку. Хотя и не было смысла покупать шоколад, ведь для него последний билет в России. Пусть это билет! Он мой! Вот, прочитай эту тюрьму. Мы хотим услышать, что здесь написано. Приглашаю тебя посетить свою фабрику в течение целого дня. Один из пятерых счастливчиков получит главный принц. Деньги нам нужны больше шоколада. Сюжетный поворот. Уванение отца было важным и для этого решения, Чарли. Осознавая ответственность и возможности, он решает помочь семье, нежели посетить любимую фабрику. Такого решения никто не ожидал, но иного и быть не могло. Петер, подойди-ка. А можно и попать делать? Ну это плохо. Да, сэр. Тогда стряхни грязь со штанов. Тебе нужно идти на фабрику. Снова неожиданное решение. Тот, кто меньше всех верил в чудо, помогает этому чуду сбываться. При этом второй дедушка остается резким и строгим. А, что мы с дедушкой? Пожалуйста, заходи. Что? О, шляк. Доброе утро, звездный свет. Земля говорит здравствуй. Меня зовут Ебонка. Тогда ваше место вон там. А, счетчик сбился. Единись по отна. Сбился. Счетчик. Счетчик сбился. Великолепный Джонни Депп великолепно исполнил роль великолепного конфетера. На роль пробовались десятки именитых актеров. И нам очень повезло. А чтобы комфортнее уместить это в видео, сделаем для него отдельный счетчик. А, это не сбой. Такой акцент на выброшенные очки был сделан не из-за важности для сюжета. Просто в те времена 3D кино только появилось, и нельзя было весь фильм сидеть в очках. Поэтому в течение сеанса было и 2D, и 3D изображение. А такими кадрами указывали зрителям, когда их снимать. Полды вспомнят планету чудо. Мама помешала видосик снять печаль. Ладно, продолжим дальше. Подождите. Опять мама помешала. Ладно, еще раз. Когда-нибудь я буду тонуть в шоколаде за это, извините, что я ругну. Ну да. Первая-та Gerald этой реки горячий шоколад наивысшего качества. Водопад, он перемешивает шоколад. Спенивает гим. Эти трубы разносят его по всей фабрики в тысячи литрах в час. Да. Все, что вы здесь видите, настоящее. Съемочная группа действительно сделала водопад, assembled ich из шоколада. Жаль? А. Надо думать, 900 тысяч литров искусственного густого шоколада. Есть что? Как? Как? Капец. Петя, я хотел у вас есть. Пап, что это? Умпа-Лумпа. Это выдуманная страна. Я школьный учитель географии. И я вас уважаю. Что в таком случае вам известно? О том, какая-то ужасная страна. Я поехал в Умпа-Лумпа. Я нашел Умпа-Лумпа. Они мечтали о какао-баба. Найти за год 3-4 какао-баба для Умпа-Лумпа и Великой Счастья. Поэтому я сказал бождю. Кома-Лив In my factory. You have all какао-бинс you want. You want to care. Нормальный перевод с английского на русский. Моего шоколада не должна касаться рука человека. Он не умеет плавать. Смотрите его. Нормаш заседула. По-моему они хотят спеть песен. Да. Глупый. 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 Глупый? А. Что? Хлюпать? Музыкальное исполнение прекрасное. Как и над переводом повторались, так и оригинальные тексты для большинства песен писал сам автор книги. Что при жизни имеется ввиду. А актер Гиброй, сыгравший у полуфов, в одиночку снимался для них все. Ему пришлось сотни раз повторять одни и те же танки. Это мы вам много денег дали. Ему даже в благодарность увеличили гонорар после съемок. Из чего делаем два вывода. Он второй лучший актер в этом фильме, наравне с Дефан Сорося. Видимо поэтому у него постоянно такое недовольное лицо. Ставьте часами каждый день делать одно и тоже. Хотя это уже мои догадки. Где мой сын? Куда ведет эта дурацкая труба? Из моего сына сделают клубничную помадку в шоколадной глазури? Нет. Этот лучший вкус будет ужасный. Помадка августовский глуп в шоколадной глазури? А я думала, что будет вкусный шоколад из августа глупо. Почему не нравится? Что же было вкусное золото? Ипровизация это не слух легко. Что угодно. Жвачка. Жвачка это ерунда. Ее не любят никогда. Этим диалогом хорошо объяснили все музыкальные сцены. Прям без вопросов. А придуманная рифма про не жуйте жвачку никогда снова тонко намекает на простые гонки. Это способствует выработке энтерпинов. Создаёт ощущение влюбленности. Да неужели? Прошу на борт. Интересный факт о шоколаде. Этот диалог раскрыл положение мамы Виолетты. Ее они показывали и очевидно она одиноко. Ну а Вонка поступил как Риэл Мэн. То есть он вновь отказывается от семейной жизни. Нормально. Чёрт, конечно же, возле Миллионки и дедушки его. Это судно строили 20 недель. Это как 5 месяцев. Хотя случилось как какой-то пущин. Наверное, это с виду строительства реки и самого судна. Это как? В смысле 5? 20 недель? 5 недель? Какого? 5 месяцев? Какие вредные подарки ты сегодня принёшь? Карамелька. Леденец на палочник. Как всё будет? Печально. 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 Печальникам конфеты всегда были дандисты. Печальникам очень важных цехов. О, Риффа! Нет, не Риффа. Ну, просто сухо дерево. Или мясо. Чувак, чувак. Виолетта? Виолетта? Не понимаю. Это все приз. Зачем же вы тогда ее выпускаете? Нормально. Выкинул. Эти белки специально обучены у щитарей. И это правда. 40 белок действительно дрессировались два месяца с раннего возраста. Сижая и использовался, но лишь в некоторых моментах. А так почти все натурально съемки. Виолетта? 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 А почему у меня в Чечне? А почему у меня в Чечне? Не боитесь, ее только по вторникам разжигают. А сегодня как раз вторник. Если ты мне не достанешь белку, я сама ее мать. Нормально. Вторник. Сегодня. Рука! Они не могут перелезть через забор? Не понимаю. Я не могу. Я не могу. Третий ребенок совершил Себастьян сцен из избалованности. Третье выступление Умполумпов и музыка в совсем другом стиле. Среди прекрасных декораций и колоссальных трут-рое. Говорящая фамилия Вируки Соль подразумевает не соленые орехи, а соленый характер. У американцев соленый это означает... Американцы. Видимо, Вольталь был фанатом угрожен. Лифт – это самое эффективное средство передвижения по фабрике. Почему они ступеньки? Этот лифт может ездить вправо и влево и наискосовку. Да ладно. Да шевраль и ватт. Продолжение книги «Чарли и шоколадная фабрика» «Чарли и большой стеклянный лифт». Скорее надевайте очки. Прикольно. Снова упоминание для 3D-просмотра, которое создатели писали в сюжет. Почему нельзя передать на телевидении настоящих шоколад? Приносите шоколад! На нас шоколадка. Кто-то приносит шоколадка. Ее на год хватит. Что? Это изображение на экране. Возьмешь? Не понял. Прямая демонстрация. Разница между Майком и Чарли. Первый остается бледеной, а второй продолжает верить в чудо. Шоколад в итоге достался Чарли. Печаль. Понимаю. А вы знаете, из чего делают кукурузные хлопки? Не понял. Я думаю, что он гений, а он идиот. А вот я нет. Помогал. Турмаш. Ну все, хватать его. Мне все еще трудно представить, каково было Дипу Роя все это отыгрывать. Каждый костюм, каждый ракурс заново снимать. Отсылки на Битлз, на фильм Сайга и на настольную игру с робобоксерами. Да вы просто сумасшедший. Маленький утянуть и тянуть. Чё? Это моя идея. Украли идея. Четвертый выбывает. Говорящая фамилия Тивии, личная вина в погибели, которую нам предрекли всегда не с получением билета. Нормально. Маленькая деталь. Чарли оставляет... А мог бы ты забрать шоколадку по пути? Ам-ням-ням. Петер. Сколько детей осталось? Один. Остался только один Чарли. Как вот на очки, но уже лазерочки. Не понимаю. Сюжетный поворот, однако, выиграл Чарли. Он не был быстрее или умнее других, но был хорошо воспитан. И это не случайность. Таким он вырос как раз благодаря семье, а это главная тема фильма. К счастью, у нас есть стеклянный лифт. Он все ускорит. Нормально. Ударился. Вверх и наружу? Я много лет мечтал эту кнопку нажать, но лифт стеклянный. Он разокьется на миллион кусочков. Айм, 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 пофиг, что они падают. Они как-то стоят на месте как-то. В лифте падающие. Айм, 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 как-то они падают. Айм. Я не знаю. И я его нашел, чай. Почему не ездить дома взять? А лучше мне надо сидеть дома. Нормально. Ты исключена. Нельзя управлять шоколадные фабрики, если на тебе висит единица, как дыхлый губ. Не понял. Ты очень надо, идиот. Что? Значит, если я перееду на фабрику, то больше никогда не убежит родных. Я не поеду. Я ни за что не брошу свою синьку. Даже за шоколад всего мира. Сюжетный поворот. Ребенок, мечтавший... Мое уважение, Чарли. ...печитающий хотя бы об одной плитке в год, отказался от шоколада всего мира. Мое уважение, Чарли. Просто уважение. Дай мне руку, пожалуйста. В дне гонки все еще хранит в себе его личную травму. Никакой семьи. Но Чарли его полная противоположность. Лишь благодаря семье он выиграл фабрику. Но обменивать родных на нее... Кто-то там стоял. Спасибо. Спасибо. Я по настроению делаю конфеты. Настроение ужасное, и конфеты ужасные. Жалко этого шоколадника, Уэндл. Ты его новые конфеты плохо продаешь. Сначала он мне понравился, но оказалось, что он не очень хорошо. У него прическа странная. А ты неправда? Это неправда. Прекрасный способ вынудить Чарли сказать правду о Вере Вонки самому Вонки. И знаешь что, у меня есть страна с партией. Нормально, второй раз повелся. Партия... Островая боль. Нормально, скресло. Стол мистера Вонки, где он подробно собирал все успехи сына, сразу говорит о его сожалении, но гордости, но боли, внимание, но страхе. Ну-ка, что-то по нас, господи. Я таких зубов не видел с тех пор, как... Верили. Это я. Ты, как раньше, не используешь зубную нить. Никогда. Уже который сюжетный поворот. Король сладостей имеет прекраснейшие зубы. Как такое возможно? Ему же нужно пробовать конфеты, чтобы их создавать. Но память об отце и его учениях помогла сберечь зубы. И по сей день Вилли не использовал зубную нить. Внимание, мне донтисты говорили, что зубной нитью пользоваться можно и нужно. Не понимаю, почему в фильме ее представили как-то что-то вряд ли. Я не знаю. В нашем мире нет правды. Вот какова лягность. И Ливонка повторил свое предложение Чарли, который принял его с одним условием. В конце концов, Чарли Бакет выиграл шоколадную фабрику. Я бы даже сказал, он ее победил. Чарли сумел изменить Вилли Бойку, навсегда поменяв философию с самой фабрики, что не признавало семейного вмешательства. В итоге сам дом с семьей находится внутри фабрики. Нормаз, снег падает. Нормаз. Жизнь никогда еще не была слаще. Да. Ну все. Медо закончилось. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока.